Скорость и ловкость в Ивано-Франковске состоялись соревнования по автомобильному слалому. В них приняли участие спортсмены из разных регионов страны. Кто в итоге оказался быстрее и удачливее остальных, расскажут наши корреспонденты. Площадь в центре Ивано-Франковска сегодня напоминает настоящий автодром. Запах жженой резины, скрежет колес и гул моторов были слышны с самого утра. Участники готовились к выступлению. Максим Евдокимов приехал из Киева. Говорит, автослаломом увлекается уже 5 лет. За это время дважды становился визачемпионом на этой машине. Модернизировал ее сам, сделав максимально быстрой и легкой. Очень важна подвеска, чтобы она была сбалансована. Нужно двигатель, чтобы он был моментный, быстро набирал обороты. И нужно, чтобы машина была легкой. Вы можете видеть, у меня только одно кресло, моё. В машине нет ничего зайвого. Среди желающих соревноваться в скорости и маневренности – гонщики с опытом и любители. Для Романа это всего второе соревнование. Парень уверяет, его винтажный «Жигули» 78-го года выпуска. Достаточно мощный, чтобы победить. Победа зависит не только от автомобиля, но и от навыков водителя. Участникам нужно преодолеть достаточно сложный маршрут. И у них всего три попытки. Тут есть такие элементы, которые каждый, кто ездит за керном, использует в повседневном жизни. И развороты, и змейки, и разворот задом, так называемый тещий дворик. Большое зависит от пилота. Очень нужно хорошо работать над собой. И, в принципе, думать, скажем так, под час езды активно. Почему ей так подобается эта дисциплина? Впрочем, для некоторых соревнования закончились, так и не начавшись. Машина не доехала до финиша. Вы все видите, вы все видите. А что сталося, то майстер может сказать. Оценивали участников в трех категориях. Переднеприводные автомобили, задним приводом и класс любителей. Самыми успешными сегодня оказались ребята из Львова и Киева. Любовь Кукла, Жанан Дучак, Зинови, Автонас. Подробностям телеканал Интер Ивана Франковск.